Перед забегом обязательная танцевальная разминка. Это правило действует на каждом яркокроссе. Движение показывают сами участники забега. И вот он, долгожданный старт. На этом красочном марафоне действует лишь одно правило. Не появляться на финише в чистых футболках. Специально для этого через каждые несколько десятков метров на всей дистанции пятикилометрового пути были установлены яркие станции. И волонтеры обкидывали каждого пробегающего разноцветными красками. Краски очень быстро стеркиваются от одежды и с тела. Вообще никак. Желательно только, чтобы в глаза не попадалось. Все-таки глаза очень чувствительные. Разноцветные, яркие и счастливые. Участники забега пришли на яркокросс с большими компаниями и даже семьями. И все как один делятся только положительными эмоциями. Нереально классно. Я очень рада, что в этом году тоже был яркокросс, как и в прошлом. Вообще классно. Отлично! Потрясающе! Как вам, Леонид? Очень круто, прекрасно. И классно. Нам нравится. Нам нравится. Как вы думаете, как вас мама дома встретит вот такими-то цветными? Мама будет рада и постирается. Отправит в ванну сразу. Да, просто. Иди купайся. Она даже не подпустит к себе. Мы теперь думаем, как мы будем в автобусе ехать. Мне рассказали, что весь путь можно пробежать, проехать, даже сидя на плечах у своего друга. Но можно вот так вот посидеть, покидаться красками или даже поваляться. И на самом деле, цель забега не первенство, а положительные эмоции. Некоторые ради веселья даже решили катиться по направлению к финишу. Всего участники яркокросса преодолели 5 километров дистанции. Белым и чистым не остался ни один марафонец. К слову, еще одна важная цель забега – благотворительная. Все средства, собранные от продажи билетов, пойдут на озеленение нашего прекрасного города Шинген.